Джао Фи Янь, формальная императрица Сяо Чэн, императрица во времена династии Хань. Ее мужем был император Чэн. В китайском народном сознании она была известна больше своей красотой, чем дворцовыми интригами, в которые были вовлечены она и ее сестра Джао Хэде. Но в отличие от большинства известных красавиц китайской истории, ее часто поносили ее собственные сестры. Ее часто сравнивали с Ян Гуи Фэй, наложницей императора Сюан Зуна, династии Тан, потому что она была известна своим встроенным телосложением, в то время как Ян была известна своим полным телосложением. Это перелог появления китайской идиомы Хуань Фэнь Ян Шоу, буквально пухленькая Хуань, встроенная Фэй, которая описывает диапазон типов красавиц. Позже идиома также использовалась как образное выражение литературных стилей, которые могут быть как многословными, так и разреженными, но одинаково эффективными. Фактическая дата рождения Джао Фэя неизвестна, но предполагается, что это 45-е годы нашей эры. Согласно историческим источникам, ее личным именем могло быть и Джу. Согласно историческим свидетельствам, она была дочерью двух наследственных слуг, императорских принцев или принцесс. В моих сообщениях также говорится, что когда она родилась, ее родители были настолько бедны, что бросили ее, но через три дня увидели, что она все еще жива, поэтому забрали ее обратно и вырастили. После смерти ее отца, она и ее сестра были усыновлены экономкой в богатой семье. Их приемного отца звали Джао Линь, и они взяли его фамилию. Когда она выросла, ее определили в дом принцессы Янья, сестры императора Чена. Там она стала танцовщицей и получила имя, под которым впоследствии стало известно – Фи Янь, буквально «летящая ласточка», потому что была такой стройной и ловкой в танце, что походила на летящую ласточку. Примерно в девятнадцатом году до нашей эры император Чен был в гостях у принцессы Янья, когда увидел ее и ее сестру Хеде и влюбился в них. Он отправил их обеих в свой дворец, и они стали очень любимыми императором-супругами и отняли его привязанность у императрицы Сьюи и супруги Бан. В восемнадцатом году до н.э. они ложно обвинили императрицу Сьюи и супругу Бан в колдовстве. Императрица Сьюи была свергнута, и хотя супруга Бан смогла успешно отстаивать свою правоту, она не пожелала возвращаться в прежнее окружение, и вместо этого стала фрейлиной достойчивой императрицы Ван. Сестры Джао теперь демонировали во дворце. Император Чен хотел сделать фиянь новой императрицей, но достойчивая императрица Ван пожаловалась на ее низкое происхождение предыдущие занятия танцовщицей. В шестнадцатом году до н.э. она наконец капитулировала перед желаниями своего сына, и в рамках подготовки император Чен сначала назначил отца Фиянь Джао Линя маркизом Чиньянь, чтобы на нее больше не смотрели как на представительницу низкого происхождения. 13 июля она была провозглашена императрицей. Будучи императрицей, первой и главной женой, Джао Фиянь наслаждалась вершиной власти, богатством внутри дворца и славой, и уважением за его пределами. Но скорее после того, как Фиянь стала императрицей, она начала терять благосклонность императора Чена, в то время как ее сестра Хеде получила титул Джао Ии, вторая по рангу на один ранг ниже императрицы, но означала наложница после императрицы, и получила почти исключительную привязанность и близость императора Чена. Хотя сестры изначально ревновали друг к другу, позже они помирились и продолжили вместе править дворцом, и обе превратили императорские гаремы в ад, а их действия вызывали все большее недовольство до устойчивой императрицы Ван, но император Чен продолжал поддерживать обеих все больше и больше. Однако ни одна из них не произвела на свет детей, которые могли бы стать императорскими наследниками, что сильно беспокоило императора Чена, чьи прежние фаворитки императрицы Сио и супруга Бан также были бездетны, и ни одна, а другая супруга, о которой было известно, не имела детей. Утверждалось, что императрица Джао, прикрываемая своей сестрой, часто вступала в прелюбодеяния с мужчинами, которые, как было известно, были многодетными в надежде забеременеть. Императрица Джао и ее сестра Хеде также предположительно были вовлечены в нечто еще более зловещее в этот период. Согласно отчету о расследовании, составленном позднее, в 6 году до н.э., после смерти императора Чена, у императора Чена было два сына. Один родился от супруги Цао в 12 году до н.э., а другой от супруги Сюи, родственница свергнутой императрицы Сюи в 11 году до н.э. Однако оба сына были убиты в младенчестве по приказу супруги Джао Хеде. С молчаливого согласия императора Чена. Супруга Цао была вынуждена покончить с собой после того, как был убит ее сын. В отчете далее утверждалось, что сестры Джао прибегали ко многим тактикам, таким как принудительные аборты, убийства и отравления, чтобы быть уверенными, что никакая другая наложница не родит императорского наследника. В 9 году до н.э. все еще не имея наследников, император Чен, по-видимому, принял решение сделать своим наследником либо своего младшего брата, принца Люсина из Чуншани, либо своего племянника, принца Люсиня из Дентала. Император Чен убедился, что принц Синь был способный и в то же время супруга Фун, бабушка принца Синя, расположила к себе императрицу Джао, ее сестру Хеде и дядю императора Чена, Ван Гена, с щедрыми подарками. И поэтому Джао и Ван Ген также похвалили принца Синя. Император Чен сделал принца Синя наследным принца 20 марта 8 года до н.э. Император Чен скоропостижно скончался в апреле 7 года до н.э., по-видимому, от инсульта, хотя историки также сообщают о возможности передозировки афродизиаков, которые дала ему супруга Джао Хеде. Сразу же появилось много слухов о том, что у него действительно были наложницы, которые родили ему сыновей, но что эти сыновья и их матери были убиты супругой Джао Хеде из ревности. И, возможно, самим императором Ченом. Оплакивая своего мужа и, по-видимому, опасаясь оценок супруга Джао Хеде покончила с собой. Наследный принц Син взошел на трон как император Ай, поскольку слухи в основном вращались вокруг Хеде, и из-за ее роли в том, что император Ай стал наследником императора Ченом, императрица Джао лично не пострадала, и император Ай удостоил ее титула достующей императрицы. Однако она практически не имела политического влияния во время правления императора Ай. После того, как в VI г.д. н.э. по приказу в достующей великой императрице Иван был опубликован отчет о расследовании, в котором супруга Джао Хеде обвинялась в зверствах против других императорских супругов и их детей, и косвенно, хотя и не прям, в том же обвинялась в достующей императрице Джао. Семья в достующей императрице Джао была сослана, и титулы маркиза, предоставленные ее брату и племяннику, были отменены. Однако сама достующая императрица Джао была пощажена, особенно потому, что она была в очень дружеских отношениях с властной бабушкой императора Ай. Консортом Фу, которая теперь настояла на титул великой достующей императрицы и получила его, некоторые из ее родственников, вместо того, чтобы отправиться в изгнание, были спрятаны племянником достующей великой императрицы Вана, Ван Дженни. Но после того, как они были обнаружены, Ван был наказан и отправлен обратно в свой поход. В августе первого года до н.э. умер император Ай. В результате решительных действий достующая великая императрица Ван забрала власть у Дунсяня, любимца императора Ая, и назначила своего племянника Ван Мана регентом, предследующего императоре Пинги. Ван Ман, который хотел подавить всякие инакомыслия, и который ранее затаил обиду на императора Ай за его понижение в должности и распространил эту обиду на тех, кто поддержал императора Ай, понизил достующую императрицу Джао за должности в достующей императрице до титула императрицы Сяо Чен. Несколько месяцев спустя ее понизили в звании до простолюдинки и приказали охранять могилу мужа. В тот день она покончила с собой. Ее биография была включена в конфуцианскую классическую биографию образцовых женщин Линю Джуань, составленную ученым династией Хань Люсян. Биография Джао Фи Янь является частью свитка 9, озаглавленного дополнительной биографии. Ее судьбе посвящено несколько китайских телесериалов. Субтитры создавал DimaTorzok